Люки, бордюры, столбы. Все препятствия здесь несут реальную опасность, не говоря уже о хулиганах. А вы вон с каким идете. Наверное, светло вам. Жители деревни Большой Афанасово такой фонарь носить с собой не могут. Вот и мучаются. Некоторые районы вообще не освещены. И те фонари, которые есть, не очень-то помогают. По словам местных жителей, их рано выключают. Вот я на работу в садик похожу, 6 часов. Темно, светом горит уже. А во сколько выключают, получается? Ну, как раз получается, где-то без 15. Если выходить до угла дома, дохожу, и уже свет выключается в 6 где-то. В темноте приходится ходить и городским жителям. Но если в районе в основном в 6 часов вечера люди уже сидят дома, то в городе в это время домой только идут. И попадаются откровенно темные места. Ну, такое, как это. Тут, конечно, можно воспользоваться фонариком сотового телефона. Но его хватает буквально на 2-3 метра. Да и то, пока есть зарядка в аккумуляторе. Это же вообще ни к чему. Эти старики вот ходят, выходят погулять перед сном. Они спотыкаются, и дороги-то ни к чему. Везде на улице темно, освещений практически очень мало. Страшновато ходить иногда, бывает вечером. По-моему, даже в центре и нигде света нет, ни освещения нет. Надо как-то и возле школы здесь, на садике, надо делать освещение. В предприятии по благоустройству отчитываются. Программа освещения перешла на зимнее время. То есть раньше включают, позже выключают. Ночью при свете фонари снег хорошо отражает лучи. А сейчас наличие голого асфальта играет большую роль. Но есть и проблемы технического характера. Отключение по фазной непосредственно там, где у нас в воздушном линии, происходит это перехлесты линий. Там происходит, да, действительно, отключение одной-двух фаз. В этом происходит неполнофазный режим горения. В этот момент мы, значит, у нас есть аварийная бригада, которая объезжает. Мы как бы контролируем ее. Включаем в ночное время, если у нас есть возможность. Если возможности как бы нет, она связана с ремонтно-установительными работами, то в дневное время бригада выезжает, и мы эти замечания устраняем. Со слов Филиппова, в городе горят именно столько фонарей, сколько предусмотрено генпланом. Есть, конечно, программы по установке дополнительных опор освещения, но пока неизвестно, где и когда они будут установлены. О проблеме говорили и на совещании руководителей в мэрии. Айдар Мечен перечислил улицы, где не горят фонари. Эти адреса указали нижнекамцы в системе народный контроль. Плохое уличное освещение в разных частях города, на мира строителей Шинников, Чулман и Вахитова. Я обращаю внимание, мы уже поднимали или говорили по этому вопросу на предыдущих деловых понедельниках. Я еще раз обращаю внимание, департаменты ЖКХ, управляющих компанией, инженеров по инфраструктуре надо внимательно относиться к подобного рода вопросам. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...